Сейчас мы с вами в Заволжье, находимся в регионе, в котором замечательный ирис растет. Так вот, различные виды ириса, без них трудно представить вообще работу травника, фитотерапевта. И вот мы сегодня с Артемом. Артем их вот там вот на заднем плане собирает, с Ильей. Здесь вот, вот в этом ирисовом поле. Поле тянется на достаточно большое расстояние, ирис здесь особенный. Нас немножко позже будет интересовать корень. Настойка корня ириса, она просто необыкновенно целебна, и трудно представить без нее действительно лечение очень серьезных заболеваний печени, почек, особенно поджелудочной железы. Потому что, вы знаете, даже в гомеопатии ирис это центральный препарат, которым работают гомеопаты, в проблемах поджелудочной железы. Более того, это и болеутоляющее средство. Его биохимический состав чрезвычайно обширен. Но сегодня мы приехали специально за семенем, семенем ириса. Потому что семя ириса, именно семя больше всего нас интересует в паразитарных антигельминных программах. И нужно дождаться вот этого времени, когда семя ириса уже на стебельке не стоит, цепляясь за листья, а лежит практически горизонтально к земле. Это знак того, что семя уже готово к сбору. Вот сегодня поэтому мы здесь для того, чтобы собрать. Найти его гораздо, конечно, труднее. Почему? Потому что практически не видно. Но я немножко сделала пудрее, подошла ближе к деревьям, потому что здесь он не так частый. И его легче обнаружить. И вот работа с семенем ириса начнется буквально, вот как только сядешь в машину. Ставлю корзину, ставлю себе ведро и начинаю отрывать сначала стручки. Себельки удаляются. Потом вскрываются стручки и из них высыпаются очень такие интересные семена, которые похожи на бусины сплющенные. Удивительное лекарство еще со времен Алицены и Бонсины, который пишет о том, что круглые и плоские черви буквально в смысле идут низом, как он говорит, потому что при возможности дать семя ириса. Так что вот такое чудесное растение. Об ирисе мы поговорим более полнее на наших занятиях. А сегодня мы показываем вам именно, как мы собираем семена ириса. Вот такие они, как они выглядят. Вот так они растут в природе. Поволжский регион. Видите, я, конечно, не очень могучего роста, но видно, что растение достаточно высокое. Это не тот вид ириса, который растет у вас на огороде. Конечно, который может достигать достаточно большой высоты, но этот ирис особенный. Вот так чудесный наш ирис, который нас одаривает еще и семенем. Хотя очень интересно, что, так и хочется о нем рассказать вполне, совершенно нетоксичное растение. Даже маленьким детям при прорезывании зубов можно давать небольшое количество разведенной тентуры ириса для обезболивания при прорезывании зубов. Вот это очень интересно. Это говорит о том, что токсичность его сведена к нулю. Но самое главное, сегодня нас интересует именно семя. Хотя тот же Авицен пишет о масле ириса. Мы, конечно, о масле ириса именно листьев молодых. О масле цветов ириса. Он говорит, это совершенно необыкновенное растение, которое целит очень многие недуги. Говорил он, при болезнях черной желчи, значит, при болезнях печени, желчного пузыря. Вот так удивительно. Но самое главное, мы говорим, это еще поджелудочная железа. Противоопухолевые действия ириса просто несомненно, конечно. Здесь отсутствие алкалоидов, но сочетанность его других биохимических элементов поражает просто. Оно создает очень мощное цитостатическое действие. Не обладая, именно не являясь ядовитым, нет кариокластических ядов, которые воздействовали как цитостатик бы на клетку в виде алкалоидов, каких-то очень серьезных грозных ядов. А именно совокупность, сочетанность всех его качеств дает возможность работать как детоксикант. Очень комплексно на весь организм. Но немножко позже, когда пройдет немного времени, еще Артем приедет на это поле, уже копать, не копать, а тянуть ирис больше. Потому что ирис подкапывается, тянется, его клубни как бы срастаются между собой. Совершенно красивый, удивительный корень, такой розового цвета. Удивительный корень совершенно. Ну, потом мы это обязательно снимем, покажем. И сегодня семя ириса. Вот, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok